Оля, расскажи, пожалуйста, с чего началось ваше среднее, среднее вашей семьи? С какой-то, может быть, книги, с каких-то примеров успеха? Как это началось у вас? Да, у нас наша история очень интересная. Мы летели в Сан-Франциско и как раз слушали книгу Вадима Зиланда «Трансферфинг». И когда мы прилетели в Сан-Франциско, мы дослушивали её уже. И пришёл момент как раз шестой главы, в которой она описывает про сыроедение. И у моего мужа был стопроцентный отклик на эту информацию. Потому что я ещё... у меня не было настолько на стопроцентных, но я чувствовала, что это действительно то, что нужно для здоровья, потому что я давно уже искала вопрос. И как-то легко мы перешли, буквально за несколько дней после моего дня рождения мы сходили в тайский ресторан, и мы так объелись. И мы решили, что всё, на следующий день мы переходим на сыроеденное. И перешли. Изменилось ли твоё здоровье со сыроедением? Какие-то были раньше проблемы, которые исчезли? Да, да, однозначно. У меня очень часто были простуды, ОРЗ. Также заболевания ночеполовых пяти, цистит. Да, это всё абсолютно прошло. Почки у меня беспокоили. Тоже всё прошло. Я прекрасно себя чувствую. В целом появилось очень много энергии, что прекрасно для занятий йогой. То есть у меня в тот момент как раз увеличилась нагрузка, и я была поражена, как много я могу заниматься. Ты преподаешь йогу также? Да, да, я преподаю йогу. Ну, в настоящий момент я сейчас с ребёночком, но я надеюсь, что я скоро вернусь к своей практике. Поэтому, да, это прекрасно. Я не могу сказать, что это прям такой лёгкий путь. Возможно, строительство не для всех или для всех, но нужно, скорее всего, сделать индивидуальный подход к каждому, поскольку бывают сложности, бывают эмоциональные сложности, очень больших привязанностей к нашим любимым вкусам. Но я думаю, что это очень реально. А что, может быть, облегчит начинающему сыроеду переход на сыроедение? Вот чистки. Делали ли вы чистки, когда переходили? К сожалению, мы делали чистки позже, уже после 8 месяцев, наверное, на сыроедение. Но я бы посоветовала всем обязательно сделать чистки, чистка кишечника, возможно, антипаразитарные чистки. Я думаю, что это облегчит переход. И плюс я бы посоветовала, исходя из своего опыта, мы перешли сразу на моно-сыроедение. То есть мы ели обидно огурцы, помидоры. И через какое-то время мы поняли, что это очень легко эмоционально. То есть хочется вот этого вкуса, хочется блюд. Тяжести в животе. Ну, возможно, да. Плюс хочется, наверное, даже посвящать время этому процессу приготовления. Поэтому я бы посоветовала до начинающих сыроедов всё-таки найти рецепты. Их сейчас огромное множество в интернете. И просто создавать что-то интересное или даже пробовать самим. Поскольку, мне кажется, наверное, вкус – это очень главное. Очень большая привязанность изначально. Да, я по себе сужу. Я тоже бы не смогла сразу на моно-сыроедение. Достаточно сложно сразу такой скачок сделать. Да, действительно, готовишь себе блюда различные. Можно в ресторан сходить на переходном периоде. Не запрещать, а замещать какими-то блюдами. А сейчас прошло уже полгода, и чувствую, что я уже не хочу этих всех блюд смешивать. Абсолютно, да. Пришло самопонимание. Да, у нас то же самое. То есть мы даже едим какие-то институтические блюда, мы хотим фруктов после них. Да, или мы сейчас в последнее время отошли от использования орехов. Хотя раньше ореховые соусы, наверное, были одним из самых любимых в нашем меню. Классно, здорово. Оля, расскажи, пожалуйста, хватает ли кальция в организме при беременности и родах на сыроедении? То есть многие девушки очень переживают, что у них не будет хватать кальция. Откуда ты его берешь? У меня тоже вставал такой вопрос во время беременности. И я его беру из кунжута. Я его брала из кунжута. То есть я даже делала анализ крови после того, как я использовала кунжут. Единственное, что я могу посоветовать, я узнала, что кальций в кунжуте, вернее кальций в целом, лучше усваивается не в сочетании с крахмалом. И вначале мы делали банановые смузи с кунжутом. Потом я подумала, что, наверное, лучше не сочетать с бананом, может быть, с какими-то другими фруктами или с помидором, с огурцом, или, может быть, даже как-то отдельно делать просто такую пудру в кофемолке, перемалывать кунжут. А вы мачиваешь его? Ну, мы замачивали, да, мы замачивали на ночь, а потом делали молочко. Кстати, можно просто делать молочко, я думаю, это самый лучший вариант, и потом процеживать его и пить. Также кальций очень много в зелени, то есть не ограничивайте употребление зелени, несколько пучков на беременности, это нормально. Тем более хочется. Да, да. Я, знаешь, недавно была в Малайзии, мы ездили в Пенанг, мы зашли в супермаркет один, и там такая сочная зелень была, я, правда, не могла удержаться, чтобы её не съесть. Бывает такое. Да, да, конечно. Я думаю, что организм подсказывает, через какое-то время настроение ты уже будешь чувствовать, ой, я хочу зелень. Это на беременности, тем более, наверное, зелени хочется. Да, это действительно так. Поэтому кунжут, зелень, я знаю, что кунжут, он действительно, по-моему, во всех таблицах, кунжут и мак обладают огромным количеством кальция, поэтому... Хорошо, приняли заметку. Да, пожалуйста. Хватает ли молока на сыроедении? Тоже, опять же, распространённый вопрос. Боятся, что не хватит молока. Как у тебя? У меня прекрасно, да, то есть проблем с этим никогда не возникало. Всё изначально хватает, даже более чем. А вот самое главное, чтобы рацион был разнообразным. При этом в настоящее время я питаюсь только фруктами. Фруктурианцы уже. Да, да, то есть зелень только иногда, если очень хочется. Ну, в последнее время как-то не хочется, особенно здесь такое место. Да, здесь. Такое обилие фруктов, да. Вот, и молока хватает, ребёнок растёт. В общем, это совершенно естественный процесс. На видовом питании всё проходит даже ещё лучше и быстрее, и интереснее, чем на традиционном питании. Да. Я думаю, что самое главное дать своему организму время перестроиться, потому что очень часто говорят, что может что-то не усваиваться, просто из-за того, что организм ещё не перестроился на новый тип питания. Как только это происходит, всё, я думаю, что всего будет хватать. На стопочек дадим, он на стопочек уронил. Ясненько. Приступим к следующей части нашего интервью. Хочу поговорить о рационе сыроеда на день. Вот такой тоже один из популярных вопросов. Что вы кушаете утром, днём, вечером? Можете немножко так кратко расписать? В настоящий момент. В настоящий момент. Хорошо. Ну, утро у нас, как правильно, начинается с чего-то лёгкого. Это может быть или арбуз, или манго. При этом количество, может быть, например, половина небольшого арбуза на человека. Ну, или такой средний арбузик. Или, допустим, три манго. Я думаю, что не стоит беспокоиться о количестве, например, если это фрукты. Так что... А потом в обед, например, мы делаем салат. Это помидоры, огурцы, кокосовая мякоть немного, или авокадо, селень, по желанию. И потом через какое-то время мы можем съесть бананов. Тоже, в принципе, в неограниченном количестве. Вечером это или арбуз, или манго. Ну, то есть, как-то так, варьируется каждый день по-разному. В зависимости от того, какие фрукты мы захотели купить. Очень здорово. Дуриан нам нравится. То есть, он такой жирненький, сытненький. Классный десерт. А для людей, которые только переходят на сыроедение, конечно, я думаю, что может поставить какие-то рецепты интересные. Кому сразу не легко на фруктах. Я думаю, можно делать что-то поплотнее. Например, кашки или супчики. Давай перейдём к нашим любимым рецептам. К твоим, точнее, любимым рецептам. Два рецепта, которые ты советуешь нашим зрителям и читателям приготовить и насладиться. Хорошо. Первый рецепт – это наша излюбленная окрошка. Причём есть тайский вариант окрошки. Основные ингредиенты – огурчики, очищенные от кожуры. Желательно, чтобы они были нежные. Помидорчики, авокадо. И для тех, кто живёт в России, можно делать молочко из гречки пророщенной. То есть, замачивайте на день или на два дня зелёную гречку. Желательно, чтобы она чуть-чуть проросла. Промывайте её хорошенько. И помещайте в блендер, заливайте водичкой, делайте молочко. Этим молочком заливайте окрошку. Да, ребёнок увидел собак. Вот. И можно добавить обязательно лайм или лимон. Вот, соль, 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 соль по вкусу. Вот. Здесь, в Таиланде, мы используем кокосовую водичку. То есть, мы не делаем гречневое молоко, просто кокосовая вода. И ещё добавляем мякоть кокоса. Мы тоже делаем интервью. Да. Хорошо. Да, Полина, конечно. Тебе нравится окрошка? Да, второй рецепт, кажется, всё, не забыла. Можно добавить укроп? Да, укропчик соль. Да, укроп. Кто любит редиску, пожалуйста, редиску. Тут уже каждый свои предпочтения. Собака. Так, смотри. Вот. Второй рецепт, гречневая каша. Я думаю, что он будет актуален для жителей России. И он нам очень помог этой зимой. Расскажите. Да, значит, вы замачиваете гречневую кашу. Вот, из гречневой каши зелёную гречку прорастает. И потом следующий ингредиент. Ингредиенты. Авокадо. И в блендере вы делаете соус из помидоров, болгарский перец, кинза или петрушка. И получается такая заливка, да. Можно добавить туда же гречневую кашу, чтобы он был более густой. Или орехи. Но так как мы сейчас орехи в последнее время не используем, потом можно добавить прям гречневую кашу, гречку туда же. Вот. И этим соусом заливается гречка, авокадо и морковь на тёрке. Да. Вот. Очень вкусный, очень сытный. Интересный рецепт. И он действительно похож на гречневую кашу. Почему-то. Супер. Супер. Ещё вопрос. Как не переедать в среднем? То есть не набивать свой желудок, хотя хочется тяжести, особенно на переходном периоде. Вот. Я думаю, что если вы чувствуете, что вы не наедаетесь, стоит увеличить количество еды, но стоит увеличить количество фруктов или овощей. То есть я думаю, что последствия не будут тяжёлыми. Потому что если вы будете переедать тех же орехов или каких-то блюд с орехов, то будет не очень хорошо. Это я столкнулась с этим на своём опыте. Что касается фруктов, я помню, в первое время мы съедали 10-12 апельсинов в среднем. Это нормально. Ясно. Ясно. Оля, я хотела бы, чтобы ты дала некоторые рекомендации нашим зрителям и читателям относительно книг о сыроедении и о родах на сыроедении, беременности на сыроедении. Я знаю, что ты очень много прочитала. Хорошо. По сыроедению я бы применитывала «Живая кухня Вадима Зеланда». Это для начала. Потом можно почитать, мне даже нужно, «Бесслизистая диета Арнольда Эрета». Также книги «Марва Агонян». Очень хорошо для чисток. Что ещё? Я думаю, что это именно основное. Есть ещё переход на сыроедение от «Бутенко». Именно, по-моему, 12 шагов. То есть, как переходить. Сама я эту книгу не читала. Поэтому я услышала о ней хорошие отзывы. Что касается беременности. Мишель Аден «Возрождённые роды». Есть книга Фредерик Лебойе. Он тоже является пионером в области мягких родов, естественных родов. Он как раз-таки вдохновил Мишеля Дена. По-моему, его книга называется «Роды без насилия». Также книжка «Гринтли Дик Рид». Название сейчас не помню. Прекрасное пособие, именно пособие обучающее, как вести себя во время родов и вообще вот что, зачем следует. Это «Бондарь. Рождение в пространстве любви». Эта книга нам помогла. Даже в момент рождения мы открывали там на нужных страничках, смотрели. Очень подробно всё описывается, весь процесс. А вот также есть фильмы «Саргунас», «Татьяна Саргунас», тоже как пособие. Если будут какие-то вопросы, можете писать мне в личные сообщения. Мы оставим твою почту тогда, да? Пожалуйста. В статье. И с удовольствием пишите. Да, я с удовольствием поделюсь опытом своим, конечно. Оля, ну и некоторые рекомендации девушкам, которые так вот собираются рожать и рожать при всём на сырые деньги. Пожелания, рекомендации. Самое главное, доверяйте природе, потому что это абсолютно естественно. И я думаю, что каждый почувствует отклик в этом, что это действительно естественно, выйдем сыроедение. То есть я думаю, что природа действительно мудрее, чем о том, что мы там придумали, что надо вот доготовить немножечко, что-то не хватает. Я думаю, самое главное, будьте спокойны, разнообразьте своё меню. Если вам чего-то захочется даже съесть, ну ничего страшного. Но я думаю, что просто верьте, что эта система действительно работает. И это доказано очень многими людьми, потому что люди исцеляются, болезни проходят. И уж тем более беременности, роды на сыроедении продут легко. Супер. Спасибо тебе огромное, Оль. Хорошо. И тебе спасибо. До новых встреч. Счастливо. Пока. Пока.